Теперь новость дня в мире и она из Франции. Беда пришла откуда не ждали. Пока вся полиция республики борется с желтыми жилетами, зеленые открыли второй фронт. Я имею ввиду не экологов, отнюдь. Накануне вечером в Страсбурге с криком Аллах Акбар, исламский террорист, француз по паспорту, кстати, убил троих и еще нескольких ранил на рождественской ярмарке, прямо в центре города. Радикалы-исламисты не впервые выбирают рождественские базары для своих атак. Достаточно вспомнить недавнюю трагическую историю в Берлине. Другой вопрос. Где была Страсбургская полиция? Ответ. У него дома, у террориста. За несколько часов до преступления полиция зашла к нему и обнаружила что? Боевые гранаты. Ну и стала спокойно ждать его дома, чтобы обстоятельно все обсудить. А террорист не пошел прямо домой на разговор с полицией, а сначала вот на ярмарку зашел, а потом сел в такси и уехал с ярмарки. Вот так. Все-таки согласитесь, у них там в Европе все по-особенному происходит. Как-то неторопливо, что ли. Из неторопливого, но неспокойного Страсбурга Яна Подзюбан. Спустя почти 20 часов французские власти подтверждают то, о чем уже говорит весь мир. В Страсбурге совершен теракт. Дамы и господа, накануне около 8 часов вечера терроризм вновь нанес удар по нашей территории в Страсбурге, напомнив нам, что эта угроза реальна. Учитывая цель и способ атаки, а также показания тех, кто слышал, как нападавший, кричал Аллаху Акбар, нами было принято решение задействовать антитеррористическое подразделение полиции. Восемь вечера в европейской столице Рождества. Туристы со всего мира неизвестный подошел к ярмарке и открыл стрельбу из оружия. Автоматического, как подтвердит после полиции. Больницы Страсбурга перевели в режим ЧП. Остановился общественный транспорт. Европарламент заблокировали ради безопасности самих же депутатов. Их не выпускали из здания. В МВД Франции подтвердили погибших трое. Один из них тайский турист. 12 раненых, 6 тяжело, в их числе гражданин Италии. Я стоял здесь и держал дверь открытой и кричал всем, бегите к нам, бегите к нам. Только запрем дверь, опять стучат, просят впустить, бежим, открываем. Преступник был очень сконцентрирован. Он сосредоточенно стрелял в людей, прямо в упор. Подозреваемый Шариф Шикат родился в Страсбурге, родители из Северной Африки. 29 лет, 27 судимостей. За грабежи и разбой его судили во Франции, в Германии и в Швейцарии уже в возрасте 10 лет. У него было отмечено поведение, достойное уголовного наказание, рассказали в МВД Франции. Впервые осужден в 13 лет. 67 раз фигурировал в различных протоколах. А еще он оказался из ФИШ-С, списка особо опасных преступников и потенциальных террористов. Он находился под назором в связи с исламистской радикализацией. Я его знала очень хорошо. Здравствуйте, привет, как у вас дела? Он участвовал в драках. Было известно, что он вор, что он был агрессивен. Да, у него была такая репутация. Полиция рекомендует не выходить из дома. Антитеррористическая операция в активной фазе. Убийца в бегах. На границах с Германией усилены проверки. Преступнику удалось скрыться на такси. Машину он похитил. Водитель такси успел заметить. Убийца ранен. Спустя еще три часа спецоперация в центральном районе Нойдорф. Там преступник забаррикадировался. Я не смог попасть домой. Нас не пустила полиция. Кружили вертолеты, спецназ, у них оружие. Было очень страшно. Знаете, у нас тихая улочка вообще-то. Но еще страшнее, что такой человек мог жить рядом с нами, быть нашим соседом. Спецназ взломал дверь, но вновь арестовать его не удалось. Спецоперация проходила здесь. Вот видите, взламывали дверь вот в этом доме. Сейчас она заклеена скотчем. Здесь живут две семьи. Мы видели жильцы внутри. Они выглядывают в окна, но общаться с журналистами отказываются. Местная газета «Прогресс» сообщает о трех местах в городе, где была перестрелка. И каждый раз убийца ускользала от полиции. Выяснилось, что у стражи порядка был как минимум один шанс остановить преступника еще до трагедии. Утром его хотели арестовать, но по официальной информации его не застали дома. Обнаружили гранату, винтовку с боекомплектом и ножи. Действия полиции критикуют уже сегодня. Ведь получается, даже сейчас, когда Страсбург перенасыщен стражами порядка, а над городом кружат вертолеты, преступнику удалось, отступая, баррикадируясь и отстреливаясь, несколько раз уйти от преследования и полицейских, и спецназа, и даже военных. Лишь спустя сутки полиция задержала пять человек из окружения убийцы, в том числе двух братьев преступника. Один из них тоже в списке потенциальных террористов. Уроки в Атакланах, кровавой бойне в центре Парижа и целая серия атак в Брюсселе и в Ницце не пошли впрок. Оцепление сняли после обеда. Впервые появилась возможность свободно пройти по улицам Страсбурга. Рюде Орфевр среди горожан считается самой красивой, самой стариной, а еще она очень узкая. Здесь люди в панике бежали от стрелка, пытаясь укрыться в ресторанах и кафе. Здесь нашли раненых. А еще отсюда рукой подать до старинного символа старой Европы, рождественского рынка у кафедрального собора. Город замер в ожидании новостей. Кажется, на улицах сейчас только полицейские и журналисты. Поиски идут и в Германии. В Страсбурге – траур. Закрыты детские сады, начальные школы, ярмарки, отменены спектакли. Кажется, сами горожане сейчас, если и хотят куда-то идти, так это к месту трагедии. Почтить память, зажечь свечи.